Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-10, в горах 0-5, днём плюс 22-27 градусов и местами до плюс 18. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днём плюс 24-26 градусов тепла. Свой 65-летний юбилей отметил талантливый актёр, народный артист Карачаева-Черкесии Кабардино-Балкарии, директор Карачаевского государственного театра Руслан Гачияев. И сегодня в нашей студии Руслан Магомедович расскажет моей соведущей Белле Джазаевой о готовящемся юбилейном торжестве. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. У вас в этом году юбилейный год. Я знаю, что в последние годы вы как-то особо не отмечали свои юбилеи, свои дни рождения. Это всё связано с определёнными событиями в нашей жизни. Но в этом году, я знаю, что-то планируется. Расскажите. Да, что-то планируется. Ну, я не знаю, где-то во второй декаде ноября, на это, Бог дай Аллах, что что-то такое будет своеобразное. Отчёт, мой отчёт. Я уже 19 лет являюсь руководителем Карачаевского театра имени Шахар-Биалиева. Но при этом я свою актёрскую деятельность, свою творческую деятельность не оставляю за бортом. Я играющий директор. Поэтому мне надо, значит, что-то из лучших прошлых лет номеров будут звучать, новые отрывки будут звучать. Ну, само собой, значит, наши артисты популярны. Тем более у меня в театре работает много популярных певцов. Они по профессии артисты, но они поют. Вот что-то такое грандиозное шоу-представление. Юбилейный бенефис будет называться. Юбилейный бенефис по случаю 60-50-летия сотни рождения и 45-летия творческой деятельности. Ну, я помню, в былые годы вы что-то такое шоу-бенефисы делали. Да, было, было. И что ещё хочу подчеркнуть, в вашем театре много молодёжи. Да. Это, конечно, безусловно, ваша заслуга как директора. Я хочу у вас спросить, насколько вам, пусть вы играющий директор, да, насколько вам было нелегко трансформироваться из актёра в директора театра, пусть даже играющего? Ну, дело в том, что я с администрацией работы в театре давно уже связан. Я был где-то лет 15 администратором, ездил, организовывал гастроли в Коврине Балкарии, в Дагестане, в Старопольском крае. То есть было легко? Да. А потом, значит, я 10 лет был заместителем директора по организации зрителя и по всем общим вопросам. Поэтому я знал, что это такое. И тем более наши финансовые дела, это можно в уме считать, а не через машину. Не такие крупные суммы. Да, да. Я знаю, где как продать спектакль и где как организовать гастроли и выполнить государственное задание. Госзадание у нас есть, которое должно выполнить. Но самое главное, театр есть, театр работает, актёры на сцене, и я считаю, что это самое главное. Да, это главное. Я ещё раз поздравляю вас с юбилеем. Спасибо. Желаю, конечно, творческих успехов и здоровья. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Всех благ вам тоже. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи.